друзья привет это зинаш на улице плюс 11 на улице лето не видно вам какое небо такое небо глупое мы не сторонники разбоя короче кто мне тогда писал что на двери нужно еще одну петлицу повесить вот на эту думала хорошо хорошо потом маленькие петли дверь тяжелая во первых она широкая высокая и тяжелая сейчас не скрипит когда надо но короче она сильно скрипит я купила петли большие такие правые вот такие разъемные сейчас хочу приделать петли сейчас я вас поставлю чтобы вы видно нормально видно нормально снизу перец сколько 20 сантиметров или 15 сантиметров 15 15 15 15 15 16 15 16 16 он мне не те петли по моему дал не те петли дал чтобы здесь нагрузка все стояла чтобы там было объедно сверху насаживать так нужно не держится если так короче не те петли дал он мне она нужна чтобы сверху на стенке держался это чтобы дверь насаживать сейчас другие ой короче другие мои петли неправильные петли медали надо чтобы на одну на косяк набить петли со штырем и на дверь пол петли и чтобы надевалась чтобы не не на дверь держался чтобы на косяк на балки держалась а мне наоборот дали ладно пригодится спустилась подвал вчера купил петли лак паркетный сейчас чемоданчик вот этот стул которая салфетка обделывала и серу табуретку у брата который сообщите забрала он покупал за то вскую и еще не откроешь так просто так вот эти все края приподняла это капец он темный так кисточку взяла я кисточку взяла пассатижи шпателя убрать и вот этот стульчик хочу покрасила же серый цвет хочу тоже лаком покрыть так друзья начну наверное знаете вон с того стула так сейчас у меня прорезу здесь ножик взять я живу и крышка и крышка присоединяется здесь что-то отсоединилась начнем вот цвета с этого стульчика ой не падайте сейчас на всякий случай от туалетной бумаги оторву чтобы руки втирать так ой блин сзади тоже сзади тоже начнем сзади стенки паркет мне никогда не брала лак покрасили за оперовали теперь эту часть будем так вот сироп бывает от вишневого варенья такие вот вишневого варенья густое но зато надолго будет теперь самое легкое вот это ой сразу черный цвет проявляется очень густой лак запах конечно триндец как разница да какая здесь и где не залакирована ой вот так подальше ой блин все тяжелый я представляю сколько этого паркетного лака надо чтобы комнату еще кто паркет укладывает лаком покрывать на пакет наверно один слой над покрывают потому что он густой все по моему на 1 хватит с этого края что там а вот здесь еще есть сбоку снизу здесь сбоку покрасила маленькая все стульчик давай отдыхай ничего такой стульчик получился так его надо убрать так теперь лак на пол крышку на пол стульчик на него чемодан так а как мне теперь покрасить его внутри наверно эти края обмазать не буду внутри покрашу и снаружи нет начали нужно крышку покрасить заднюю стенку крышку а потом переднюю так она стоит а потом когда высохнет уже переверну и нижнюю часть будет это жарко блин куртки так а крышка как будет открываться так вверх наверно зря здесь сгиб лаком покрываю так вот эту боковинку будет задевать не будет она задевать нет не будет задевать но запах други мои конкретный лака как на обычной краске так видим теперь вверх ничего ж не такой чемоданчик получается я правда не знаю что это в дом занесу это однозначно это видимо для швейной машинки там или большие нитки нитки наверное туда буду складывать большие у меня большие маленькие там не так много наверное буду в них нитки складывать посмотрим было бы куда складывать правильно я хотела такой какой нибудь с цветочками там с яблоками с лимонами ну какой нашла так открываем ставим убираем теперь крышку украсить локируем капает прям густой это вытаскиваешь такие как когда мед проверяют готовность там чтобы ниточка была так и здесь это кисточку вытаскиваешь прям такая паутинка тянется расход большой конечно из-за густоты коши выйду раскумаренная сейчас я вас отодвину маленько вот так во вот так надо было вас отодвинуть да а то вам бедным там ничего не видно что там Зинаш малюет очень и очень густой лак прям кисточкой вводишь прям чувствуется что густой как сироп как мед стекает ну так бы валялся этот чемоданчик вот немножко приукрасила его и пожалуйста так наверно внутренне начну стенку блокировать чисто деревянный когда если был бы он конечно лучше но он такой грязный он старый я не знаю брат где его взял что в нем хранили а домой занесешь там в тепле начнут какие-нибудь запахи появляться правильно же так так уже я его помыла зашпаклевала зашкурила где надо обклеила салфетками клеем запечатала весь запах какой-то может быть был запаха не было и теперь залакирую и все как шкатулочка будет у меня плохо вот это наверное зря делаю здесь вот это железка вот советское время мебель делали вот лакировали сейчас смотрю кто там перекрашивает вот этот шлиф машинкой лак весь убирают там не как-то просто убрать что не говори в советское время все на совесть делали знак качества был хоть дома строили там проверяли комиссии госты были хоть пряники делают хоть там мебель делают обязательно по госту проверяли а сейчас тяп-ляп новые жилые комплексы строят и как землетесения небольшое там весь дом пляшет старые то дома немножко поколышется и все а в новых я не знаю мне даже страшновато было бы жить наверное в новых домах пятиэтажно вот у родителей второй этаж у брата третий этаж был у меня третий этаж и вот общежитие у брата тоже третий этаж но как-то не так у меня самый высокий четвертый этаж был а вот эти вот девятые и выше мне кажется там и так страшно когда землетрясение все пляшет все ходуном ходит я так думаю ох газовая пить какой-то остановилась котел на перерыв так здесь покрасила теперь банку сюда возьми мой куртку ох чуть на стул не положила блин куртку ой что я задела там надо же хотел на стул кинуть куртку так вот эту переднюю стенку внутри размазать вот этот лак ох и запах ёлка ламане сейчас точно раскумаренная выйду надо было надо было мне лаком покрасить раскумариться и потом ехать к адвокату да беспредел там устраивать ему ну вот ехала с вами попрощалась остановилась заказала купила короче одну пиццу маргариту и эти суши там как она называется не филадельфия а как то короче как то называется за все отдала 3 3 600 3 600 по моему было нет короче не помню с чем то мы приехали мама там вот это васаби крем вот эта горчица и вот эта красная там редька что ли маринованная маме понравилось я не люблю такое мама одно одни суши поела одни или две и она говорит мне не понравилось а пиццу с удовольствием поела а я тоже все не доела я штуки 3 по моему съела эти суши и две пиццы и на ужин осталось так вот это что торчит ох паутина вот так все по моему пускай так сохнет а снизу это когда уже высохнет тогда сейчас его на пол поставлю чемодан а как я на пол поставлю так вот так вот так только видите близко учились сейчас вам видно будет не видно блестит сейчас на пол поставлю пускай он сохнет теперь вот эту табуретку хочу она такого деревянная была я взяла покрасил серой краской думаю пускай будет серая это брат себе покупал табуретку табуретку мой золотой брат маленькая была блин вот я дура была я его марат звали же я его когда шли под хвост подпадала марат фотоаппарат марат шоколад он смуглый марат шоколад это какой то московский фотоаппарат что то или московский шоколад как то ой ну вот за это и получала за свой язык марат фотоаппарат вот оно мне надо было брата тоже знал друзья мои что так жизнь повернется человек сам разве говорят же человек человек предполагает а бог располагает разве мог человек подумать брат что любой человек когда работает думает скорее бы на пенсию на пенсию выйду начнется новая жизнь буду отдыхать куда хочу туда иду не надо будет переживать что на работу а вот на пенсию вышел 20 в прошлом позапрошлом году 22 году вышел в ноябре 63 исполнилось и в прошлом году 20 июня умер не пенсионный не получил говорила я получу там куда то я все хотела куда то за границу свозить думала загранпаспорт сделать раньше по заграницам я сама летала потому что с детьми это не отдых это с мужьями с женами тоже не отдых говорят же в Тулу со своим самоварами не ездят так это я все хотела мечтала думаю брату загранпаспорт сделать и свозить хотя бы в ту же Турцию или в тот же Египет а он говорил да ладно земляш потом на пенсию когда выйду оказывается друзья мои надо жить здесь и сейчас я например всю жизнь ой детям 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 про детей нужно думать друзья но так как дети взрослые допустим каждый работает вот взрослые уже давно у них у них своя жизнь поэтому нужно с собой заниматься я сегодня кстати я купила я вам говорила нет месячный абонент на три месяца не стала пока брать возьму на месяц январь похожу а если чё февраль получается как январь похожу начало февраля февраль март апрель на три месяца возьму в мае опять месячный возьму а в июне по моему уже можно будет свой бассейн ставить потому что там женщина говорила ой летом говорит я первый год летом взяла на три месяца абонемент прихожу лягушатник детей в море возле бортика стоишь и не знаешь как по плану потому что жара же все сотрудники дети на каникулах ой как мне закрыть этот лак закрылась нет нет он говорит ой ногой может слепнуть закрылась 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 блин а растворитель где в сарае у меня и женщина говорит ой нет летом ходить это бесполезно потому что детей полно так так этот лак и тоже это таблетку покрасила чтобы самой на нее не сесть вот сюда убрать нужно вот так так и этот стул вот так разверну чтобы самой же потом в подвал спускаешь чтобы раз что-нибудь не бросить вот так другие видите чемоданчик на землю этот стульчик развернула тут абуретку прикрыла вот не растворить срывать спирит до тошноты до тошноты до тошноты до тошноты вот друзья пойдемте вон из подвала у меня уже штормит уже такая стала дома как чудо-юдо ходишь так гуси когда домой пойдут ну они сами часов пять пол шестого к своим сараечка пойдут кричат у них убраться же надо в кусте и убраться же надо в друге моей у засранцев о да брат сколько так это ветре помыть а это водичку вылет под под сливу пойду воды наберу сколько удобрений набрала воды злой какой парень кошки что ли там лазит вот ладно другим мои пошла я захожу домой или посижу что-то аж прям раскумарила раскумарила от краски не от краски от этого купальник подсох уже полотенце полотенце какой-то я его уронила надо в стирку кинуть все други мои ну вот сколько градусов температура 8 8 градусов видите вам видно нет все друзья мои всем пока ваш изенаж ой я иду я иду вот я иду я иду так я иду на н